Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема у вас заключается в том, что вы находитесь в жертвенной позиции, в очень, очень жертвенная позиция. Вот. И жертвенная позиция, как способ, как средство защитить себя от одиночества, то есть вы боитесь одиночества. Вот. Допутствующими моментами здесь является зонительная самооценка, неуверенность в себе, отсутствие, значит, ну, отсутствие потребностей, может быть, да, может быть отсутствие желания делать что-либо для себя, то есть вы мало что делаете для себя, наверное, вообще ничего не делаете для себя, да, потому что, ну, обеспечивает семью, обеспечивает семью вы. Вот. Соответственно, если вы семью обеспечиваете, то я так подозреваю, что, опять же, на себя, на себя, да, у вас времени не оставалось никакого, вот. То есть это, значит, отсутствие личностного смысла, вот. Ну, личностного смысла от себя, именно, вот, для себя личностного смысла, отсутствие его. И, соответственно, некоторая черственность, да, проявляется у вас в том, что вы, например, 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 вы не захотели, не пожелали, чтобы, допустим, человек услышал от вас ваш путь, то есть вы, уходя от него, да, вы их ждали того, что он вас остановит. Это, к сожалению, это весьма и весьма негативная история, вот. Потому что это именно и есть перекладывание ответственности в себя на, значит, другого, ну, на другого человека, вот. То есть я, я, например, сама решить ничего не хочу, ну, либо не хочу, либо не могу, то есть тут, на самом деле, не важно. Вот, я хочу, чтобы другой человек это сделал для меня и жду от него, чтобы он сделал это для меня. Он этого для меня не делает и я обижаю вас. Вот. То есть обиды в данном случае, это ваши ожидания. Завышенные ожидания, завышенные ожидания от человека, просто ожидания не оправдались, вот. И вам сразу из-за этого не по себе, вот. А самой что-то делать, самой, самой что-то делать для своих желаний, чтобы ваши желания реализовались, да, вы не привыкли, вот. Так что здесь, мне кажется, что для начала, вот, нужно работать с ответственностью, да, то есть просто пережить то, что с вами происходит сейчас, да, вот, просто пережить, ну, не вариант, не вариант, а совершенно не вариант, потому что пережить это значит, что пережить. Пережить это значит подавить, подавить то, что вы хотите, то, что вам нужно или что. То есть как вот вы понимаете сами, ну вот, слово пережить для себя, как вы его для себя понимаете сами. Вот. Смотрите, мне 30 лет, мужу 38, он болен диабетом первого типа, не работает на инвалидности. Ну, во-первых, наше, смотрите, вы пишите, что обеспечивал семью я. А когда муж получил инвалидность? Когда у мужа появился диабет, собственно говоря. Вы знали, что у него диабет, когда выходили за него замуж или он появился позже? Приняли ли вы его с диабетом или нет? Как диабет начинает работать, например, на дому, на дому, да, то есть на дому, там, с рилансером, там, что-то делать и так далее. Ну, просто вносить какой-то вклад, понятно, что, может быть, сумма-то, может быть, будет и небольшая, да, заработка, но, по крайней мере, вносить какой-то вклад. То есть вы, видимо, либо о чем-то договорились друг с другом, да, либо там были еще какие-то условия. Тут непонятно ваше отношение. Вот муж инвалид, муж не муж диабетик, окей, как вы к этому всему относились? Вот, непонятно. Дальше. Вы пишите, значит, обеспечивалась семью я. Ну, если бы вы написали, если бы вы написали обеспечивалась семью только я, если бы у вас была вот эта фраза, да, только, только я, то можно было бы сказать, что вы это говорите с определенным вызовом, вот. Ну, вы пишите просто, обеспечивала семью я. Вот. Хорошо. Для чего вы это написали? То есть какое, какое значение вы вкладываете для себя в это? Ну, вот. Ну, вот. То, что вы обеспечивали семью. Вы, вы для себя ведь как-то к этому относитесь? Вот сами по себе вы к этому относитесь? Было ли вам это в тягость? Нравилось ли вам это, не нравилось ли вам это? Как вы к этому относились, короче говоря? Это все нужно исследовать, обязательно. Так? Понимаете, о чем идет речь? Потому что, если вы это делали против воли, если вы это делали не по желанию, то это уже симптоматика, проблема. Вот. Возраст также достаточно большой. Да? То есть вот, ну, я имею ввиду различия в возрасте большие. Вам 30, может 38. То есть, как бы, это достаточно серьезная разница. Вот. То есть, когда вам было 20, ему было 28, 20, 28, это очень большая разница. Так. Вы пишите, уже 5 лет секса нет никакого. Заболевание как-то повлияло на эту сферу. Наталья, ну, вы знаете, я, конечно, не сексолог, да? Вот. И я не очень, не очень разбираюсь в сексологии. Но я могу понять, если у мужчины в результате заболевания, да, начались проблемы, ну, с мужским здоровьем. Я могу это понять. Вот. Правда, тут вопрос о том, а тут вопрос о том, пытались ли вы что-то сделать, пытались ли вы что-то изменить, пытались ли вы что-то подкорректировать, да? Ну, это уже такой вопрос. Но главное не это, на самом деле. Главное другое. Главное другое. Вы пишите, что никакого секса классического, может быть, классического. Но не классическим сексом-то кто вам научает заниматься? Или у вас такие запросы только на классический секс? То есть вы с мужем эту тему обсуждали, с мужем об этом говорили, вы заявляли ему о том, что вы хотите и что вам нужно, вы предлагали какие-то варианты удобные и, например, не унизительные для него, или таких вариантов нет вообще? А почему вы терпите 5 лет без секса? Ну, в таком случае нужно было поставить вопрос ребром, либо я завожу любовника, раз у меня нет секса, либо мы как-то что-то делаем. Выходов всегда можно найти. Есть не только классический секс. И тут вот отношение к сексу очень важно, ваша и мужа. Ладно, я думал, я это не главное. Ну, то есть вот понимаете, да, вы, может быть это и не главное, может быть это и не главное, но вы об этом не сказали, значит вас это волнует. Значит вам этого хочется, если вам этого хочется, если вас это волнует, значит вы, скорее всего, себе это подавляли. То есть вы запрещали себе этого хотеть. И это у вас что-то должно было вылиться рано или поздно. Кстати, у этого есть мотив, почему вы себе это подавляли. Дальше. Ну ладно, думал я, это не главное. Постепенно пропали даже поцелуи и вообще какое-то внимание в мой адрес. Опять же, почему пропало? То есть тут есть причины. О причинах вы ничего не пишете. Какие причины того, что пропало к вам всякое внимание? Какие причины того, что вот пропали даже поцелуи? С чем это связано? Почему? Не связано ли это с тем, что вы поставили себя так? Не связано ли это с тем, что вы не говорили о своих попредностях? Если не говорили, то почему? Если говорили, а муж, например, не реагировал никак, то почему не настаивали? То есть как бы вот это всё нужно разбирать и смотреть. Сили как хорошие, добрые друзья в разных комнатах. Но опять же, вы позволили этому случиться. То есть с вами 50% ответственность. Вы позволили этому случиться. Вы поставили себя так, что к вам можно было так относиться. Почему? Почему мужчина не боялся вас потерять? Я очень хотел детей, и этот вопрос для меня очень болезненный. Для чего вам дети, Наталья? То есть почему вы хотите детей? Чем этот вопрос болезненный? Я прекрасно понимаю, что в данной ситуации это невозможно. Да всё возможно. Всё возможно. Можно воспользоваться услугами зарогатой матери. Можно, в конце концов, патронажная, по-моему, ещё маски есть. Можно взять ребёнка из детского дома. Да что угодно можно сделать. Было бы желание. Так что здесь, опять же, вопрос не в ребёнка, а в том, что вы хотите получить через этого ребёнка. Для себя. Для себя. Долго-долго я думал о разводе. О разводе, чтобы что? Что-что-есть. Вы думали, но вы сказали ему-то, мужу, о том, что вы хотите разводиться или как? И решилась, ушла. Он меня не остановил, молча сидел в своей комнате, ждал, пока я соберу вещи. Он сейчас должен был, должен был останавливать Наталью. Вы считаете? Зачем? Почему? Честно говоря, я думал, он хотел бы поговорить со мной, что-то попытается сделать. Зачем? Так вы решили или нет? Или вы им прям манипулировать им хотели? Какой-то активности от него хотели? Тогда надо было попросить об этом. Или поставить вопрос ребром. Или дать ему какую-то возможность для маневра. То есть, например, скажешь, что все, мне так надоело, я не хочу, ты ничего, ты не делай из того, что мне нужно. Например, давай поживем отдельно. Подумай. Ну нет, вы сразу как бы здесь рубите с плеча. Вот. А, ну нет, сначала была обида на него. Опять же, да, обида. Обида это что? Это перенос ответственности. То есть, вам обидно, потому что человек не удовлетворил ваши потребности и не оправдал ваши надежды. Но это тот человек, он другой человек, а вы лучше знаете, что вам нужно. Так почему вы перекладываете на него ответственность? Обида это очень детское чувство. Обида это очень детское чувство. Обижает нас то, что задевает в нас самих. Обижает нас то, что для нас болезненно. Но то, с чем мы не хотим ничего делать. То есть, то, что мы либо не хотим принимать, либо менять. А предпочитаем возлагать ответственность за это на других людей. Надежды, желания, наше все это на других людей. Но мужчина что может вам дать, то он дал. Что он не может вам дать, то он вам не дает. Обида это здесь причем. Из какого-то время началось. Я постоянно плачу. Из-за чего? Мне страшно, что будет со мной, что будет с ним. В смысле? А что будет с вами? Какая вам разница, что будет с ним? Ладно, здесь вот эмоциональная зависимость есть от человека. Вдруг я на всю жизнь останусь одна и никого больше не встречу. Допустим, во всем проблема одиночества. Вы отдаете себе отчет в том, что если вы не принимаете себя бабу, если вы не можете себя принять, если у вас не получается, если у вас не получается себя принять, то получается, что вы не в ладах сами собой. Если вы не в ладах сами собой, то вы себя не цените, вы не гармоничны. Если вы не гармоничны, то вы и в отношения с другими людьми принесете тоже дисгармонию. Понимаете? То есть, получается, благодаря этому, что вы людей, в данном случае мужчины, да, вот принимаете как средство. Средство для достижения своих целей, средство для оккупирования своих каких-то слабых мест и так далее. Вот. Может быть, вам именно поэтому и обидно было. Ну, вы обижались на мужа своего. Потому что он не защитил вас, не дал вам того, что вы хотите. Вот. Понимаете? Так у человека разные средства, у всех разные средства, у всех разные возможности, у всех разное видение. Вот. Вы определитесь самым тем, чего вы хотите, что вам нужно. И дальше уже к этому нужно двигаться. А так вы вроде бы как и мужа выбрали, выбрали себе больного, да, ну априори больного, как бы другой информации нет. Вот. Выбрали себе мужа больного, обеспечивали его, да, ждали от него чего-то. То есть, вы заняли родительскую позицию, да, по отношению к нему, по сути, материнскую, да материнскую даже позицию. Вот. И обижаетесь на него за то, что он потерял к вам интерес как женщина. Вот. Ну так вы не ведете себя как женщина, потому он интерес и потерял. Особождите себя как женщина, как личность, вам нужно иметь свой собственный личностный смысл жизни. Это не дети, это не дети, это не люди, это именно ваш личностный рост, ваше собственное развитие. Ставьте себе новые цели, достигайте их, добивайтесь, добивайтесь, вот. И параллельно работайте над разрешением своих противоречий. То есть, например, откуда у вас такая позиция, например, что дети очень важны. Важны. Откуда у вас такая позиция, например, что вот вы боитесь остаться одна на всю жизнь. То есть, вот откуда страх одиночества, например, родом из детства. Значит, нужно разбирать ваши детско-родительские отношения. И вот там где-то вы забыли частичку себя, которую вам нужно помочь найти. И тогда уже более цельно вы сможете идти по жизни эффективно, счастливо. И вас будут окружать только те люди, которых вы достойны. Вот. И которые достойны вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Справляться со страхом не нужно, его нужно раскрывать. То есть, на самом деле, я думаю, что вот именно в вашем случае, именно в вашем случае, история такова, что вы боитесь одиночества не случайно. Вы вполне возможно хотите, вы вполне возможно хотите одиночества, хотите быть одна, потому что тяготитесь от несвободи. Я уверен, если взять все ваши отношения, вот все отношения, в которых вы были, то я уверен, что во всех своих отношениях вы были несвободны. Во всех отношениях вы занимали роль такой вот жертвы, такой вот обеспечивающей сильного партнера. То есть, грубо говоря, драйвер будет сильным, психологический драйвер будет сильным. Вот. Можете, кстати, посмотреть об этом, ну, о нем в интернете. Вот. Об этом драйвере, там об этом написано более подробно. Вот. Драйвера, кстати, появляются у нас тоже в детстве и с этим тоже нужно работать. Ну, с драйвером, в смысле. Чтобы он вам не мешал. Вот. То есть, понятно, что где-то, где-то, да, понятно, что где-то нужно быть сильным. Это понятно. Но не всегда. Где-то нужно быть и слабым. А вы слабой, похоже, быть не можете. Вот. Знаете, что я делаю? А когда вы слабая, когда вы слабая, то это у вас тотальная пассивность. Да? Вот как в истории с мужем. Да вот я ждала, что он со мной поговорил, там, собирала вещи. Ну, вот. Мужчина, понимаете, мужчина, существа логичные. Логические. Если вы сказали мужчине, например, что вы разводитесь. Ну, я говорю, а, ну, разводишься, ну, все, хорошо, твой выбор, значит, ты со мной несчастлив. Это все. Ему не вдомек, что, эм, как бы, через развод, да, вы пытаетесь его к чему-то, к чему-то простимулировать. Ему не вдомек это. И не должно быть вдомек. Если на то пошло. Ему не должно быть это вдомек. Знаете? Ну, мужчина не должен. То есть он может догадаться, да, он может догадаться, но не должен. Если вы чего-то хотите, нужно спросить, спросить. Не будете спросить, надо. Если вы чего-то хотите. Тем более от близкого человека. Вот так. Так что страх, вообще, это стремление к свободе. Но запрет на эту самую свободу. То есть для вас свободный быть страшно. Свобода – это плохо. А если я свободный, значит, я останусь заодно. А что плохого-то? Что плохого-то? Ну, вот вы не были, не были одна, да, когда жили за своим людям. И что? Что? Вы были счастливы? Нет. Не были счастливы. Ну, вот. Ладно. Поэтому в одиночестве далеко не всегда плохо-то. На самом деле. Вот. Просто нужно грамотно использовать свои ресурсы. Человек, он очень часто вообще не знает, что у него, что у него, ну, что у него по ресурсам. Вот именно, именно по своим ресурсам, что у него. Человек этого часто не знает. Адрия, если бы знал, был бы столько раз лучше. Понимаете, что у него не получается. Вот так. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что основную мою мысльное вы поняли. В том смысле, что страх ваш переживать ни в коем случае не нужно, да, что его нужно, его нужно раскрывать, да. Вот. Ваш страх, его нужно раскрывать. И работайте с теми желаниями, которые за ним стоят, да. Да. Вот. Ну, а все мистические и нерациональные представления, которые у вас есть, да, и их нужно корректировать. Это работа. Вот. Поэтому я предлагаю вам воспользоваться тем фактом, что вы сейчас одна, да, что вы ушли от мужчин для того, чтобы проанализировать, проанализировать свою модель поведения, как вы себя вели, и подкорректировать его, чтобы быть счастливой, чтобы отныне и впредь контролировать свою жизнь. Вот. Понятно? О чем идет речь? Так что, как бы, вот, мудрость жизни, да, в том, что, если что-то не получается, да, то есть, если вот вы остаёте с кем-то или что-то ещё так складываются обстоятельства, то, может быть, это и к лучшему. То есть, вот вы решили развести, потому что вам не нравилось, как вёл себя с вами мужчина, да, не нравилось состояние вашей семейной жизни, вот. В принципе, в принципе, вы поступили адекватно. То есть, было бы хуже, если бы вы, там, терпели, грубо говоря. Вот. Тут есть нюансы. Нюансы, да, в виде того, что, в виде того, как вы себя ставите. Вот. Но, в общем и целом, любой развод, да, это, с одной стороны, это тяжело, с другой стороны, это перемены. Вот. Если отношения сохранить нельзя, да, вот, допустим. То есть, если человек, например, не готов работать, вот, то это означает, что вы идёте дальше. Вы идёте дальше. Совершенно очевидно, что ваш мужчина, он остановился в развитии. Совершенно очевидно, что ваш мужчина отстал. И вы от него ушли именно по этой причине, потому что он тянет вас назад. Разве нет? Вот. Вот. Но, тяготеете вы к нему, потому что, вот, как я уже сказал, у вас есть эта вот жертвенная позиция, и страха не нужен. Вот. Вот. В купе с, значит, с драйвером Бутфином. Вот. То есть, все это вы можете, ну, про драйвера Бутфином, да, вы можете посмотреть в интернете. Вот. Вот. Вот так. Значит, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне, их в личку, я буду рад помочь вам. Ага. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.